Манекены. Это то, что хочет добавить каждый человек, который играет в игру BMG Drive. Это видео будет самым лучшим туториалом по добавлению манекенов. А именно в нем я расскажу вам, как добавить манекен на водительское место. Если одного водителя мало, то можно добавить рядом пассажира. Если и этого тебе будет мало, то покажу, как заполнить манекенами весь автомобиль. А если и автомобиля тебе мало, то давай заполним полностью автобус. Вот так уже намного лучше. Кстати, сам манекен обладает анимацией рук при вращении руля. Выглядит очень круто. А также с помощью этого мода мы можем пристегивать манекены ремнями безопасности. Тогда при столкновении они будут оставаться в машине. Но если ремни не будут зафиксированы, то при сильном столкновении есть вероятность, что они вылетят с машины. И это будет выглядеть очень эффектно и жестко. Также с помощью этого мода можно всячески настраивать манекен. Указывать его вес, рост и даже выбрать пол, мужской или женский. Удалять ему части тела, даже можно приделать усы с беретом. А еще этот мод позволяет нам добавлять различные грузы в машины. И чуть не забыл, теперь вы можете играть за самого манекена. А как этим всем пользоваться, вы узнаете, посмотрев это видео. Перед началом, как обычно, не забывайте поставить лайк. Это мотивирует рассказывать еще больше интересной информации про игру. Ну а начнем мы с самого основного. Скачаем сам мод, который позволяет все вышеперечисленное сделать в самой игре. Для этого переходите в репозиторий и скачивайте мод, который вы видите на своем экране. Или просто в описании я ставлю ссылку на этот мод. Теперь все, что вам остается сделать, это установить его в свою игру. Ну а теперь после того, как он скачался, давайте посмотрим на возможности, которые он нам открывает. Самое первое, это переходим во вкладку автомобили. Пролистываем с самой низ и опускаемся до предметов. И здесь вы можете заметить вот такое вот окошко с манекеном. Давайте на него нажмем и посмотрим, что он нам добавляет. А добавляет он нам вот такие вот манекены. Все на ваш вкус, любой цвет, любое, что вы захотите, можете выбирать. В скобочках также указан пол манекена. Допустим, видите, здесь написано M, значит это мужской. Здесь написано F, значит он женский. Чем они отличаются? Особо визуально ничем, но просто здесь есть якобы грудь. Ну она, конечно, не прям хорошо это заметно. Но смотрите, давайте-ка добавим и просто наглядно я вам это покажу. К примеру, я добавил вот таких вот два манекена. И давайте посмотрим, в чем их разница. Допустим, у этого манекена грудь не такая уж слишком большая. Значит это у нас мужчина. Ну а у этого манекена грудь очень выпирает, и значит это манекен у нас женского пола. Во вкладке с манекенами представлено много различных конфигураций, поэтому каждый для себя выбирает то, что ему нужно. Ну а мы перемещаемся к самому манекену. Допустим, я выбрал этот манекен, и у него так же, как у машины, есть настройки. Давайте нажмем на Escape и перейдем в конфигурацию. Уже в этой конфигурации мы можем выбрать, так, можно его немножечко изменить. Допустим, можно выбрать ему, да, сделать так, чтобы у него был берет. Также можно добавить ему усы с беретом. Ну или просто сделать вот такого вот манекена-рокера. Далее мы можем изменить цвет манекена. Допустим, нажимаем сюда, потом сюда, и у нас получается вот такой вот белый манекен. Здесь еще есть какие-то цвета, но почему-то я их выбираю, но у меня ничего не меняется. Так, оставим просто изначально то, что было. Далее мы перейдем во вкладку Body, где мы уже можем как раз-таки взаимодействовать с нашим манекеном. Допустим, я ее открываю, и здесь мы можем взаимодействовать с различными его частями. Допустим, с головой, допустим, с ногами и с руками. Что мы можем сделать, так это просто, допустим, вот я выбираю его голову, и мы нажимаем, и просто убираем голову. Теперь у нас манекен без головы. Если кому-то это надо будет где-то использовать, то можете это использовать. Чтобы это вернуть обратно, я нажимаю сюда, и возвращаем нашу голову манекену. Все, он теперь у нас головой. Здесь мы со всеми настройками разобрались, теперь мы переходим в тюнинг. Как раз-таки в тюнинге уже нам будет доступно что? А именно здесь мы с вами сможем изменить рост манекена, вес манекена и якобы силу манекена. К примеру, давайте начнем с роста. Я хочу сделать его прям очень слишком высоким. Допустим, самый максимальный рост у него это 1,96 м. Мы нажимаем на применить, и все, он у нас стал повыше. Конечно, не сильно заметно, но если, допустим, мы эту планочку так опускаем в самый низ, и делаем манекена 1,34 м. Нажимаем применить, и вот теперь очень слишком заметно, он стал прям очень маленьким, и у него прям слишком даже нету сил, чтобы стоять на ногах. Поэтому с такой вот настройкой можно сделать из вашего манекена какого-то ребенка. Далее у нас идет параметр веса. Вес можно сделать 62 килограмма, и самое максимальное это 80 килограмм. Особо это ничего не дает, как бы это особо незаметно. Допустим, давайте если выберу 60, ну особо ничего не произошло. Я помню то, что вроде бы в этом моде я не нашел, но я какой-то мод скачивал тоже с манекенами. И вроде бы там я изменял вес, и допустим, если я делал, вот у нас сейчас манекен 60 был, мы сейчас делаем с вами давайте 80. Нажимаю применить, и мы особо разницу не видим, но когда я тогда изменял в другом каком-то моде, получается у меня манекен становился какой-то более толстым. Здесь этого не происходит, я не знаю с чем это связано, но якобы вес его изменяется. Допустим, возможно это может повлиять, в чем повлиять? Если мы сделаем 62 килограмма этому манекену, то если мы на машине будем, ну конечно разница будет ощутима. Если мы собьем манекен весом 60 килограмм, или если мы собьем манекен весом 80 килограмм. Но опять же эта разница не слишком особо ощутима, потому что если бы он весил 50 килограмм, и мы его сбили, то мы получили бы повреждения, наверное, поменьше. А если бы мы сделали 100 его килограмм, то разница, конечно, уже в 2 раза, и это уже более как-то ощутимо, и было бы это более наглядно. Но разница в 20 килограмм, ну блин, не особо она такая большая. И еще повторюсь, что здесь нету такого, что ты добавляешь килограммы, а значит твой манекен становится толще. Такого здесь нету, и это очень как бы минус этому моду. Далее у нас идет ползунок с такой вот настройкой. Давайте посмотрим, что он делает. Допустим, мы этот ползуночек опускаем вообще на 0, и смотрим, что у нас произойдет. Нажимаю применить. Опа. Манекен наш просто распался на атомы, на какие-то части. Он просто разлетелся. К примеру, смотрите, в чем это полезно. Если поставим давайте 1000, так применить, опа, он стоит, все хорошо с ним. Допустим, 1000 это такое число, оно якобы очень маленькое, но не прям маленькое, чтобы он разрушался на месте. Допустим, если он будет сидеть в машине, и наша машина столкнется с каким-то, со стеной, с другой машиной, то при какой-то силе удара он будет разлетаться на части. Допустим, если это сила 1000, ну она слишком такая вот маловато, допустим, вот 1000, это предпоследнее. Если выбрать 0, то он вообще распадется. Если выбрать 1000, то он якобы стоит на месте. Но если, давайте вот, допустим, с помощью вот этой вот функции, опа, я его кидаю, опа, смотрите, он упал. И за счет того, что он упал, он ударился об землю, и была какая-то сила на него использована. И за счет этой силы он просто у нас разрушился. И таким же образом это будет работать при столкновении. То есть, если удар будет слабенький, то мы поставили здесь силу в 1000, и при таком слабеньком ударе он просто распадется. Самый нижний ползунок, он отвечает за что? Давайте-ка просто наглядно покажу, опять запускаю в 0, нажимаю на применить, и он становится якобы вот таким вот желейным. Давайте немножечко, наверное, ему добавим, хотя бы так, 200, давайте 300, посмотрим, будет он стоять вообще на месте. Так, я его ставлю, опа, он стоит на месте, но почему-то он падает. Короче, этот ползунок делает его каким-то более желейным, и он менее устойчив на месте. Ну и по сути, с простым манекеном, которого мы добавляем на карту, вроде бы со всеми настройками я вам все рассказал, что можно изменять. Поэтому отсюда можно выходить. Ну а теперь мы с вами перемещаемся к автомобилю, и покажу одну фишку. Все знают то, что если нажать на F, то мы якобы начинаем играть за какого-то персонажа. Допустим, в данный момент это у нас, кто это у нас? Это у нас вот такая вот фигура. Так, давайте-ка вернемся обратно. И теперь что можно сделать? Можно эту фигуру изменить и добавить манекена. Все, что нужно сделать, это нажимаем на Escape, и опять же, мы машина, мы можем себя изменять. Заходим в конфигурацию, и смотрите, вот эта вот вкладочка, и что вам нужно будет выбрать? Раз я еще зашел в эту настройку, то расскажу про мод, который добавляет оружие. Смотрите, здесь мы как раз-таки можем это выбрать. Допустим, я выбираю ОПА, и у меня появляется оружие, и якобы с этого оружия я могу стрелять. Вот наша машина, давайте попробуем в нее выстрелить. ОПА, я стреляю, у него ломаются стекла, у машины у этой. И, короче, все такое. Давайте прямо в манекен можно выстрелить. Вот этот манекенчик, давайте-ка прямо в него шпыльнем. ОПА, ОПА, мы пострелили манекен, убили его, короче. Так, этот мод, я про него рассказывал уже ранее, давайте ссылку оставлю тоже в описании. Если кому-то интересно, можете посмотреть, как вообще установить мод, который добавляет оружие. Просто я открыл настройку нашего персонажа, и раз я здесь уже оказался, то не грех было рассказать про этот мод. Поэтому, если кому-то интересно, переходите по ссылке в описании. Ну, а когда мы добавляем мод с манекенами, у нас появляется вот такая вот возможность. А возможность как раз-таки поменять нашу фигурку на манекен. ОПА, нажимаем сюда. И якобы у нас появился манекен. Все, отсюда можно выходить. И смотрите, что у нас получается. Получается то, что у нас манекен. И который, манекен, который может передвигаться по карте. Конечно, камера не очень в нем установлена. Даже поменять ее особо нельзя. Так, нельзя. Ну, короче, вот таким вот образом вы можете якобы передвигаться за манекен. И смотрите, вот его тень, он вот таким вот образом двигается, да, он, конечно, как-то ходит непонятно как, но зато можно даже подойти к этому манекену, если мы подойдем, то так, опа, мы его толкнули, все, он упал. И, короче, даже можно наглядно, как вам наглядно показать, давайте я включу повтор, запись повтора, смотрите, повторно запущен, и якобы мы передвигаемся за этот манекен, давайте, может, на машину запрыгнем, попрыгаем по машине, опа, таким вот образом. Вот, короче, даже можно, не знаю, если кто-то снимает какие-то видосики, можно как-то в видосике использовать этот манекен, когда он там переходит дорогу или еще что-то, допустим, он там перебежал где-то здесь, перебежал, так, короче, все, повторчик готов, давайте его запустим, повтор запущен, и посмотрим, вот как это со стороны происходит. Правда, да, он, манекен ходит не прям хорошо, так вот он прыгает, но зато анимация манекена такого, который уже передвигается по карте у нас есть, но это уже хоть что-то, это уже хоть какой-то прогресс, так, давайте-ка его остановим, все. Короче, вот таким вот образом вы можете добавить манекен, который будет передвигаться по карте. Чтобы его убрать, конечно же, вам просто нужно будет подойти к машине, нажать на F и все, якобы, он сел в тачку и он там находится. Теперь, что касается самих манекенов и как их добавить в машину. Мы нажимаем на Escape, заходим в конфигурацию машины, далее во вкладке, где вы меняете ваши номера. Мы нажимаем и ищем здесь вот эту вот надпись, она будет самой первой, возможно, у вас, ну, она у меня самая первая, возможно, у вас она будет тоже первой. Вы нажимаете, происходит загрузка и после этой загрузки в вашем автомобиле появляется манекен. Все, вот таким вот простым действием вы добавляете манекен в вашу машину. Также на карте я прогрузил машину из модов, это вот такой вот жигуль. Просто, чтобы никто не говорил, то что манекены не добавляются в его машину. Добавить их можно в абсолютно все машины. Заходим в конфигурацию машины и также ищем вот эту вот вкладку. Она у меня самая первая, нажимаем, происходит загрузка и даже в этой машине появляется манекен. Ну и после того, как вы в свою машину добавили мод с манекенами, он активировался и опустился чуть пониже. Теперь вы можете на него нажать и у вас появляется вот столько вот много различных функций. Теперь давайте разбираться, какие функции здесь есть. Пример, чтобы добавить манекена пассажира, вы нажимаете вот сюда. Далее у вас будет выбор, или выбрать манекен, или выбрать вот такого вот штурмана. И таким образом мы добавили вот такого вот пассажира. Допустим, если вы не хотите штурмана, то опускайтесь еще чуть-чуть ниже, потому что он опустился в самый низ. И здесь вы уже можете выбрать как раз-таки нашего манекена. Хоп, манекен появился. Все, вот таким вот образом вы добавили еще одного пассажира. Теперь, чтобы добавить манекенов еще на задний ряд, выбираем вот эту вот вкладочку, нажимаем сюда. И после небольшой загрузочки у нас появляются манекены еще и сзади. К примеру, если вы не хотите, чтобы сзади находилось два манекена. Один манекен лишний, вы хотите его убрать. Допустим, так, опускаемся в самый низ и ищем наших задних манекенов. Открываем эту вкладку и ищем, так, вот здесь появились настройки как раз-таки с левым манекеном и с правым. И именно здесь вы уже можете сделать так. Так, допустим, вот этот вот левый манекен, я нажимаю сюда и все, левый манекен у нас, хоп, исчез. Вот таким вот образом вы можете одного манекена просто убрать. Далее можно провести небольшие настройки с манекеном, которые я показывал в самом начале видоса. Допустим, можно его как-то немножечко изменить. Допустим, так, в самый низ перемещаемся. Здесь у нас есть вот этот вот драйвер, как раз-таки наш водитель. Открываем эту вкладку и здесь уже доступны различные функции. Так, вот, допустим, можно открыть вкладку Body или добавить ему какой-то аксексуар. Допустим, можно добавить ему берет. Добавляем берет, загрузка, все, наш водитель уже с беретом. Вот у него такой берет появился, прикольненький. Так, а теперь можно во вкладке Body поиграться как раз-таки с его частями тела. Допустим, убрать ему руку, нажимаем сюда. И рука у него сейчас должна исчезнуть. Да, вот, все, он у нас без руки. Таким же образом можно вернуть ее обратно. Ну и все, манекен у нас остался целым и невредимым. К примеру, если на водительское место вы хотите посадить как раз-таки вот этого вот штурмана, которого я включал совсем недавно. Так, вот вы ищите вот эту вот вкладочку Driver. И здесь как раз-таки можно выбрать этого штурмана. Так, прогружаем его, опа, загрузка, и у нас получается вот на водительском месте вот такой вот штурман. Ну или можно просто вообще убрать водителя. Так, нажимаем сюда, смотрите-ка, оп, загрузка, и машина у нас, хоп, вообще без водителя. То есть у нас остался только пассажир спереди и пассажир сзади. Ну а теперь давайте-ка откроем вкладку Tuning и посмотрим, что доступно нам здесь. Опять же у меня выбран автомобиль, просто это вот этот вот автомобиль, и здесь присутствуют настройки как автомобиля, так и ниже появились уже настройки самих манекенов. К примеру, с помощью вот этой вот первой настройки вы можете размещать свой манекен в автомобиле. Для чего это нужно? К примеру, этот мод, он не рассчитан на все автомобили. То есть он сделан как-то по стандарту, чтобы подходил. Ну допустим, на все стандартные автомобили в бимке он прям, ну, подходит практически идеально. Но есть такие автомобили, в которые манекены садятся не очень хорошо. К примеру, давайте я включу свободную камеру и перемещусь поближе к манекену. Так, ну можно заметить то, что его руки находятся, так, его руки находятся не прям четко на руле. И с помощью вот этих вот ползунков можно добиться такого эффекта, что этот манекен будет прям, ну, четко, его руки будут лежать на руле, и это будет выглядеть еще более реалистично. К примеру, давайте для наглядности самый первый ползунок я выкручу в самое начало, и посмотрим, что у нас изменится. Нажимаю применить, и якобы наши манекены, опа, они переместились вот на эти вот места. Да, допустим, если бы у меня был бы какой-то самосвал, там, не знаю, БелАЗ, что-то типа такого, здоровый автомобиль, то с помощью этой настройки я бы смог их как-то немножечко, ну, сделать так, чтобы они сидели как-то чуть подальше от себя. Возможно, там сидения очень большие, и поэтому с помощью вот таких вот настроек эти манекены можно будет разместить прям четко на сидушке. Поэтому с настройками XYZ, как перемещать манекены в автомобиле, я думаю, вам понятно. Давайте перемещаться еще чуть пониже. К примеру, чуть ниже мы можем изменять рост манекена. Да, допустим, здесь у нас выбран драйвер, поэтому мы можем изменять нашего водителя. К примеру, давайте его рост делаем метр девяносто шесть, и посмотрим, что у нас произойдет. Ну и после загрузки наш манекен стал прям очень высоким, и его голова уже прям не помещается в автомобиле, она вылезла наружу. И чтобы этого не происходило, просто старайтесь как-то его регулировать, и делать так, чтобы, так, я сделал его чуть поменьше, и, ну, как бы, блин, он очень высокий, и, опять же, голова немножко торчит, но с помощью вот такой вот функции можно изменять его рост. К примеру, если сделать прям очень маленький рост, то можно сделать так, то что в вашем автомобиле будет сидеть какой-то ребенок. К примеру, вот, отец дал поводить руль своему сыну. Правда, это не слишком нельзя такое повторять, конечно, в реальной жизни, но зато в игре это сделать можно. И якобы вот сыночек уже начинает гонять вовсю на этом автомобиле, и, да, вот такая вот настройка здесь есть. А вот настройка, которая позволяет сделать так, чтобы манекен имел какую-то разрушаемость. Допустим, если ставим на 0, применить, смотрим, что произойдет, получается, опа, наш манекен, он просто рассыпался. Если мы введем значение 1000, так, 2000, ну, пускай будет 2000 применить, и теперь смотрите, если мы будем, так, он не разрушился, если я разгоняюсь и влетаю в какую-то стену, допустим, я разгоняюсь и влетаю, влетаю в эту вот стену. Опа! Все, смотрите, манекен, он, получается, разлетелся на какие-то части. То есть здесь зависит это значение от того, то, что если чем меньше мы ставим, тем вероятность, допустим, мы даже можем ехать по кочкам, и манекен за счет кочек может просто рассыпаться. Но у меня стоит 2000, поэтому при столкновении он только лишь при столкновении начинает рассыпаться. Думаю, с этой настройкой вам тоже все понятно. Теперь, что касается физики манекенов. Допустим, вот, в машину свою я поместил этих манекенов, то есть если наш водитель, смотрите, я начинаю ехать, мой водитель еще якобы сидит на своем месте, ну а вот пассажиры, они начинают разлетаться по всему салону. И это прям не очень хорошо, потому что, ну, с одной стороны, да, я согласен, физика, она так, по сути, должна работать. Но если с этими манекенами кататься по городу, то, смотрите, все, эти манекены, они уже просто валяются в салоне. Ну, это как бы не очень хорошо, и поэтому с помощью ремней вы можете их пристегнуть. И сделать так, то, что эти манекены уже будут якобы сидеть на своих местах. Как это сделать? Опять же нажимаем на Escape, переходим в конфигурацию машины. Далее открываем настройку с нашим модом, который добавляет манекенов. И ищем вот такую вот строчку. Вот она находится здесь, мы ее выбираем. И здесь как раз таки выбираем, какую фиксацию мы хотим сделать. Здесь трехточечная какая-то фиксация, есть какая-то универсальная. Короче, я не знаю, как это работает, но выбирайте любую, которая вам понравится. К примеру, я выбрал вот эту вот первую. И смотрим, что у нас произошло. Наблюдаем за нашими манекенами. Все, видите? Я поворачиваю. Да, манекен сзади, он не пристегнут. Но зато манекен спереди сидит прям очень спокойно и очень хорошо. В самом начале я еще говорил про такую фишку. То, что если манекен не пристегнут, то есть вероятность, то, что он вылетает из машины при столкновении. Это будет выглядеть прям очень эффективно. Допустим, если вот разгоняемся. Ну, я думаю, таким способом он из машины не выпадет, потому что надо, чтобы разбилась, возможно, дверь какая-то задняя. Так, ну, что-то типа да. Если бы дверь задняя разбилась, то я думаю, он бы вылетел из машины и отправился в свободное падение, в свободное плавание. Но манекен, который спереди, мы его пристегнули, поэтому он бы остался в машине. Ну, то есть пристегнутый манекен, он по-любому останется в машине. А если манекен не пристегнут, то у него есть вероятность из машины просто улететь. Ну, а если вы хотите, чтобы ваш манекен, который сидит сзади, не летал по салону, то его тоже можно пристегнуть. Все это делается очень просто. В самой настройке мы ищем настройку заднего манекена. Открываем эту вкладку и ищем здесь, ищем вот, как раз таки ищем точно такую же строчку, как мы вводили вот здесь. Ну, уже это применяется к задним манекенам. Смотрите, мы нажимаем сюда и выбираем как раз таки ремни безопасности, которые мы хотим активировать. Или использовать универсальные, или использовать какие-то трехточечные, не знаю, какие-то более безопасные ремни. Я даже не знаю, как это вообще добавлено в мод, что оно здесь делает. Ну, ладно, у нас есть возможность выбора, и это всегда круто, чем просто нету возможности выбора. Все, я пристегнул сзади своего пассажира. Все, вы можете заметить то, что мы едем, передвигаемся, и наш манекен сидит сзади, он не дергается. И, блин, когда ты снимаешь какие-то видосы с авариями, или что-то типа такого, это очень жизненно необходимо, чтобы, ну, чтобы манекен просто сидел, чтобы они не качались по этому салону. Поэтому можете пользоваться. Думаю, то, что многие из вас знают, что в Бимке еще и существуют машины с правым рулем. То есть, если здесь он находится слева, то вот в этом вот ковите он находится у нас справа. И давайте попробуем добавить манекен сюда. Выбираем конфигурацию машины, нажимаем вот на эту вот вкладочку, и ищем вкладочку с манекенами. Происходит загрузка, и смотрите, что здесь произошло. Получилось так, что манекен находится у нас якобы на пассажирской месте, хотя мы выбрали якобы манекена водителя. Опять же, с помощью настройки все это можно исправить. Открываем нашу настройку мода с манекенами. И здесь есть вот такая вот вкладочка, которая появляется как раз-таки вот в этой машине. Я не знаю, как это работает, но сам мод как-то считывает то, что у машины здесь получается левый руль. Но он сам водитель этого не добавляет слева, но зато с помощью настройки можно это будет сделать. Смотрите, вот это получается настройка, вот эта строчка. Эту строчку вы просто берете и меняете, меняете на, 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 вот на эту. То есть, с левой стороны был сначала у нас манекен, теперь он стал якобы с правой. И теперь все же в той последовательности, допустим, если добавить нашего пассажира, допустим, выбираем пассажира, и он добавляется на место пассажира. Все четко, все прикольно. Допустим, ну, я показал вам пример, если у вас леворульная машина, и вы хотите добавить также манекенов. Вот таким вот образом это все работает. Теперь, что касается груза, который можно добавить с помощью этого мода. Смотрите, здесь есть такая вот строчка, вот она здесь. Если мы выбираем эту строчку, то теперь нам предлагаются на выбор вот такие вот штучки. Допустим, мы можем выбрать три маленьких коробки, или четыре маленьких коробки, какого-то мистера, мистера турбо. Короче, ладно, просто выберем одну из них. Допустим, три коробки. Опа, загрузка. И смотрите, в вашей машине в багажнике появляются вот такие вот коробки. Так, вот здесь мы можем даже открыть наш багажник и посмотреть. Вот, теперь вы добавили вот такие вот три коробочки. Даже если по ходу двигаться, да, видите, то, что в этих коробках даже присутствует физика. То есть, когда мы начинаем двигаться, опа, даже коробка могла сейчас вылететь, но она не вылетела. Короче, она осталась в багажнике. Но прикольно то, что физика у этих коробок тоже есть. То есть, они не статично находятся в самом багажнике. Это очень круто. Ну, а теперь давайте попробуем выбрать второй вариант коробок. То есть, они переместились, мы их выбрали, они переместились в самый низ, и теперь ищите их внизу. А здесь можно выбрать, так, четыре коробки мистера турбо. Опа, загрузка. И смотрите, получается, две коробки разместились сзади, а две у нас разместились в багажнике. Опять же, очень круто то, что физика присутствует у этих коробок. Они передвигаются по салону. Так, давайте-ка попробуем сейчас на тачке слететь куда-нибудь. Опа, с обрыва. Мы летим-летим. Опа. Ну и наши манекены в смятку, и коробки тоже в смятку. Короче, очень прикольно. Этот мод добавляет прям очень много всяких приколов в эту игру. Давайте-ка еще попробуем добавить в эту машину какие-нибудь коробочки. Допустим, так, опять я выбираю этот мод. Вот, я выбираю эту строчку. А здесь уже нам предлагается выбрать только лишь две коробки. И куда мы их можем добавить? Так, на задние сидения. Скорее всего, да. Скорее всего, на задние сидения. Хотя нет. Они добавились не на задние сидения. А куда они добавились? Так, их сзади нету. Но и багажник вроде бы в этой машине мы открыть с вами не можем. Да, я его открыть никаким образом не могу. Но можно вот так вот нырнуть и посмотреть. Да. В багажнике у него теперь размещаются вот эти вот коробки. Но опять же, я не могу открыть наш багажник. Но коробки, якобы, они уже присутствуют в машине. Поэтому мод везде все добавляет. Очень прикольно сделано. Да, нельзя на этой машине открыть багажник. Но коробки сюда добавились. Кстати, ради интереса я еще добавлял грузовую машину. То есть, это фургон такой здоровый. Где сзади у него такая огромная будка. Что можно добавить туда? Мне было очень прям интересно. Но по факту туда вообще ничего нельзя добавить. Это очень странно и очень печально. Еще такой небольшой факт. То, что мы активируем наш мод с манекенами с помощью функции выбора номерных знаков. Допустим, вот эта вот строчка. Она позволяет нам выбирать номерные знаки. Допустим, вот все номерные знаки, которые у меня здесь есть. И могу любой этот номерной знак выбрать. Но я выбираю здесь наш мод, который добавляет манекенов. Кстати, если кому-то интересно, как добавлять номерные знаки в вашей страны, то можете найти это видео в описании. Там я рассказал, как с помощью мода добавить номерные знаки в вашей страны. Если кому-то интересно, переходите, смотрите. Но на примере этой машины, получается, мы здесь жертвуем нашими номерными знаками ради того, чтобы добавить в игру манекены. Но в самой вкладке, где мы работаем с манекенами, как раз таки можно добавить наши номерные знаки. Допустим, нажимаем вот на эту вот строчку, и здесь уже мы начинаем выбирать номерные знаки для этой машины. Но почему-то в этой вот вкладке я не могу выбрать номера с модами. Допустим, я закачивал моды своей страны Беларусь, в которой я живу. Здесь они не отображаются. Здесь отображаются, как я понимаю, самые простые номерные знаки, которые идут в самой игре. Поэтому возможность изменять номерные знаки у вас, можно сказать, доступна. Она никуда не исчезла. Еще одна очень интересная функция, которую добавляет этот мод. Но она работает как-то не очень корректно. Мне она почему-то не нравится. Допустим, мы размещаем в нашей машине манекены. И теперь у этих манекенов появляется камера. Смотрите, мы нажимаем на 8. То есть, смотрите, на 8 нажал, у нас появилась камера как раз таки манекена, которая находится за рулем. Если я начну передвигаться на машине, то якобы, смотрите, видите, все движения. Как раз таки манекен начинает дергаться. И мы наезжаем на какие-то кочки, ямки. Манекен наш дергается. И вот я говорю то, что это минус, блин, камеры манекена. Если бы она была как-то более стабильно находилась хотя бы. А так, эта камера повторяет все движения манекена. И она прям очень дергается. И, блин, не очень. Ну, выглядит очень противно и ужасно. Также можно нажать на 9. Мы перемещаемся на нашего манекена пассажира. Также можно и смотреть как-то по сторонам здесь. И вот мы передвигаемся. Но опять же, камера как-то, она очень дергается. Также нажимаем на 0. И перемещаемся уже к нашему пассажиру, который сидит сзади. И опять же, можно вот таким вот образом смотреть за пассажира. Вот его камера появляется. Но лучше всего, как я рассказывал когда-то в своем видеоролике. Опять же, ссылку оставлю в описании. Как сделать камеру. Допустим, нажимаем на пятерку. И вот эта камера, которая передвигается просто по салону. Если кому-то интересно, опять же, оставлю в описании ссылку на это видео. Там более подробно я рассказывал про эту функцию. Как ее использовать и где ее использовать. Поэтому, если кому-то интересно, переходите в описание, смотрите. Ну, а теперь для людей, которые досматривают мои видеоролики до конца. Я расскажу очень прикольную штуку, которая добавляет этот мод. Все, что вам нужно сделать, это выбрать вот эту вот машину скорой помощи. И многие, наверное, знают, что сзади у этой машины есть вот такие вот носилки. И теперь с помощью этого мода на эти носилки можно добавить как раз-таки манекен. Самое, что интересно, можно взять эти носилки, просто взять вот таким вот образом, достать из машины. И якобы на этих носилках остается манекен. И это можно использовать в каких-то РП ситуациях. Прям очень-очень шикарно, очень классно. Все, видите? Манекен лежит на носилках, все четко, он никуда не пропадает. Допустим, эти носилки можно перемещать вообще в любое место. И этот манекен остается на носилках. Так, главное перевернуть эти носилки, чтобы они прям лежали как надо, а не таким вот образом. Ну, короче, я думаю, то, что вы понимаете, о чем я. Ну, а теперь давайте расскажу, как добавить этого манекена на носилки. Вы нажимаете на Escape и переходите в конфигурацию машины. Далее, как обычно, вы активируете мод и добавляете манекена в машину. Я уже это сделал, поэтому я открываю вкладку. И, допустим, в таких вот машинах, вот этой вот серии, где есть такая вот скорая помощь, у нас появляется еще одна вот такая вот вкладочка. Эта вкладочка дополнительная, есть она не у всех машин. Есть у нас вот такой вот экстра пассажир, которого вы можете добавить. Это как раз-таки есть этот манекен, который у вас появится вот на этих вот носилках. Допустим, вот, я его уже выбрал, он у меня активирован. Давайте его уберем. Я его убираю, и вот эта вот строчка, она появляется у вас как раз-таки вот здесь. Экстра пассенджерс, и здесь, хопа, амбуланс пациент. И мы его добавляем, и получается, в нашей скорой помощи появился вот этот вот манекен, который лежит как раз-таки на носилках. Поэтому, если вы досмотрели этот видеоролик до этого момента, то вы смогли узнать вот о такой вот функции, которую вы можете теперь использовать в своих РП-ситуациях. По сути, все, что связано с модом и все его функции, я смог вам рассказать. Если что-то упустил, то пишите об этом в комментариях. Не забывайте поддерживать видео лайком. И, кстати, многие спрашивали, как добавить анимированных манекенов. Чтобы научиться это делать, я потратил очень много времени. Я лазил по форумам, различным группам, но все же добился, чего хотел. И анимированные манекены теперь у меня в игре. А если вы хотите, чтобы я научил вас добавлять их в игру, то все зависит от вашей поддержки. Если я буду видеть вашу активность, то в скором времени я расскажу о том, как их добавлять. Ну а с вами был Флоуми и всем приятного покатушек в нашей любимой игре под названием Beamage Drive.